В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Под контролем исполняющей обязанности главы Ленинского городского округа Владимир Иванов побывал с рабочим визитом в микрорайоне Зеленой аллеи. Первое, что вижу, это пешеходный переход, в том числе обновить лестницу. Очередной гуманитарный груз отправлен из Видного в зону специальной военной операции. Это точки доступа, это рэбы для подавления дронов-беспилотников врага. Забота о природе в муниципалитете продолжает работу программа «Мегабак», нацеленная на переработку вторичных отходов. В определенные места для изготовления различной продукции отправляются эти покрышки. Исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Владимир Иванов проинспектировал состояние общественных пространств микрорайона Зеленой аллеи. В рабочей поездке его сопровождали представители территориального отдела депутатского корпуса Слова Максиму Козлову. Первое, что вижу, это пешеходный переход, в том числе обновить лестницу, потому что если это будет мокрое и так далее, это будет безопасно. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Владимир Иванов обходит территорию микрорайона Зеленой аллеи. Здесь проживает порядка 40 тысяч человек, а потому любая деталь благоустройства оказывает влияние на комфорт большого количества людей. Жалуется директор школы, потому что приезжает муссовый воровоз, а здесь иногда в школе подъезжают, и здесь и бьются машины. Стоит отметить, что в микрорайоне живут социально активные граждане, которые с вниманием относятся к жилому комплексу. Люди с удовольствием выходят на субботники, следят за чистотой во дворах и у подъездов. Но есть вопросы, которые без участия администрации округа не решить. Детей ведут в школу, и дети просто здесь одни ходят. В сервисе, точнее, любого поручения, пусть посмотрят, где дети могут сделать переход, сейчас временный, и поставят знаки тогда, лежачий в полицейске. Безусловно, большинство вопросов не решить одномоментно, требуется большая полномерная работа. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Визиты представителей руководства Ленинского округа в этот и другие жилые комплексы и поселения муниципалитета будут проходить на постоянной основе. То, что было запланировано на сегодняшний день, мы прошлись по всем точкам. А так как сказали, что эти встречи будут проходить теперь по четвергам еженедельно, то в следующий четверг мы будем по другим точкам проблемы уйти. Дальше будем их воплощать в жизнь, чтобы они устранять эти точки. Сначала специальной военной операции Ленинский округ активно подключился к оказанию гуманитарной помощи. За два года она исчисляется тоннами грузов. Предприниматель и руководитель гуманитарной команды СВОИ Самир Гаджиев организовал уже более 20 конвоев в зону СВО. Начинал с бронежилетов и формы, сейчас возит технические грузы. Это точки доступа, это рэбы для подавления дронов-беспилотников врага. У нас также старлинки, так как у нас в России их нету, но мы их находим и возим, потому что на линии соприкосновения, где их невозможно засечь и понять, наши они или вражеские, они очень хорошо работают. Проводить гуманитарный конвой пришел глава Ленинского городского округа Станислав Катаров, который отметил, что сообщество волонтеров и неравнодушных людей постоянно растет. Всем видным мы участвуем в сборе гуманитарных грузов для наших бойцов, которые работают на передовой сегодня. Нам помогают и предприниматели города Видного и нашего Ленинского городского округа, и простые жители, чтобы ребятам там было проще, надежнее и увереннее отстаивать интересы нашей Родины. Окончательная комплектовка груза проходила у храма святого великомученика Георгия Победоносца в Видном. Его настоятель – протеерей Михаил Егоров благословил гуманитарный конвой. Сейчас машины уедут, а к Пасхе мы готовимся еще большой груз для ребят-солдат отправить, чтобы они чувствовали и нашу любовь, и наши переживания, и нашу заботу. В муниципалитете продолжает работу программа «Мегабак», нацеленная на переработку вторичных отходов. Теперь старые шины можно экологично утилизировать и подарить им вторую жизнь. В Подмосковье проходит ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на мегабак». В рамках программы каждый может сдать покрышки для переработки в пункты приема крупногабаритных отходов. После утилизации каждая шина получает вторую жизнь. Из них производят материалы для дорожного покрытия, настилы для детских площадок и наполнители для грунта. Все мусорные свалки преобразили, их культивировали и поставили в специальные комплексы для переработки. И вот в определенные места для изготовления различной продукции отправляются эти покрышки. То есть утилизироваться без вреда для природы. Только за начало 2024 года шесть контейнеров с покрышками были отправлены на утилизацию и переработку. Жители активно пользуются программой «Мегабак». Акция проводится с 2021 года. И за это время автомобилисты сдали более 2000 тонн покрышек. Этого количества хватит, чтобы сменить шины 65 тысячам автомобилей. Ну вот я привез покрышки сдать старые, уже зимние. Ну это очень хорошо, что придумали сдачу колес, потому что, наверное, их перерабатывают. Делаются детские площадки, делается масса всего. И менее загрязняется природа. В принципе, это очень хорошая идея. Я думаю, надо побольше таких мегабаков по Московской области. Сейчас в Ленинском округе работает один пункт приема «Мегабак» на Белокаменном шоссе. Акция продлится до 15 мая. Успейте и вы сделать вклад в улучшение экологии. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Травматолог-ортопед из Видновской клинической больницы провел сложную операцию пациентки с третьей стадии ожирения. Подробности у нашего корреспондента Юлии Стаферовой. 42-летняя Елена Иванова на протяжении нескольких лет испытывала сильные боли в правой ноге. Она не могла ее сгибать и поднимать. Врачи диагностировали артроз правого тазобедренного сустава. С каждым годом болезнь прогрессировала и провела к атрофии мышц бедра и функциональному укорочению конечности. Если обратить внимание, контуры левого тазобедренного идеально круглые, ровные. Здесь головка, видно, деформирована от зоны импрессии в очаге асептического некроза. И головка, получается, превратилась в место идеально круглой, почти квадратное. Естественно, любые движения в этом суставе пациентке причиняли болевой синдром. Кроме того, Елена Викторовна страдает от ожирения. Ее вес составляет более 130 килограммов. По причине своего диагноза она не могла похудеть. Из-за веса многие врачи отказывались проводить операцию. И только травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров из Видновской клинической больницы согласился прооперировать женщину. У нас это, к счастью, не первый случай. Ну, в том плане, в том, что мы можем помочь таким пациентам. Была спланирована операция. Сейчас, на данный момент, она успешно прошла. В общем, если стандартно такая операция занимает около часа, но ввиду ее специфических особенностей, комплекции, ее где-то около двух часов шла операция. Врачи удалили пораженный тазобедренный сустав и заменили его протезом премиального класса. Через восемь дней после эндопротезирования пациентка чувствует себя хорошо и уже может самостоятельно поднимать и сгибать ногу. По рекомендации врача ей необходимо следить за весом, не носить тяжести и заниматься лечебной физкультурой. ВК сюда приходят, показывают нам упражнения, с нами занимаются, сажают, объясняют, что правильно, что неправильно, сколько раз нужно делать. И это каждый день происходит. А так занимаемся сначала с ними, а потом уже они приходят и смотрят, как мы это все делаем. Теперь Елена Иванова сможет жить полноценной жизнью и благодаря восстановленной двигательной активности получит возможность привести себя в оптимальную физическую форму. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во всех парках Ленинского округа регулярно проходят детские развлекательные мероприятия. Аниматоры танцуют, играют в игры с маленькими гостями и пробудят тематические мастер-классы. Малыши и школьники могут весело провести время, завести новых друзей и узнать что-то новое, а взрослые немного расслабятся. Можно, ну, можно, как взрослым, немножко отдохнуть даже, когда ребенок сам себя развлекается, представляет себе. Расписание мероприятий можно найти в социальных сетях видновских парков. В очередной раз шахматисты из Видного, Москвы, Подольска, Чехова и Денцова собрались в центральной библиотеке, чтобы сразиться на шахматном турнире самому юному участнику всего 5 лет, а самому опытному 69. В поединках со своими соперниками шахматисты показали, что игра не так проста, как может показаться на первый взгляд. Это соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы противника. Шахмат – это такая игра, которая объединяет людей всех возрастов, всех наций. Есть такой даже девиз у шахматистов – мы все одна семья. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игры дети доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим неудачам. А победители не скрывали своих радостных эмоций. Центр детского творчества «Импульс» организовал акцию «Ангелы добра», нацеленную на помощь видновчанке Лизе Забайкиной. Девочке с рожденным пороком сердца и гипоксическим поражением нервной системы очень нужна наша с вами поддержка. Пятилетняя Лиза перенесла несколько сложнейших операций, но впереди курс лечения, особое медицинское питание и средства, поддерживающие жизнедеятельность девочки. Было несколько операций на сердце, и после радикальной операции случились осложнения сильные. То есть у нее отказали почки, она была на ИВЛ несколько месяцев, ушла в кому. Внутриутробно поставили порог сердца. 13 апреля в Видновской школе номер 7 при поддержке Центра детского творчества «Импульс» пройдет благотворительный концерт и ярмарка детского творчества. Во время акции будет организован сбор денежных средств, и любой желающий сможет оставить сумму, которая пойдет на лечение Елизаветы. Инга Янчук, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. А сейчас рубрика «Афиши». И мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В субботу в 13 часов в музее-заповеднике Горки и Ленинске откроется выставка плакатов 60-х годов 20-го века, посвященных Дню космонавтики. В программе «Тематическая экскурсия». Также в субботу в Доме культуры «Буревестник» пройдет отчетный концерт театральной студии «Зеркало», дежурный по апрелю, начало в 14.00, вход свободный. Там же в ДК «Буревестник», но уже в воскресенье в 17.00 спектакль «Вестерн» для детей и взрослых вождь краснокожих. Постановка театра студии «Премьера» по одноименной новелле о Генри. В это же время в 17.00.14 апреля на сцене кинотеатра «Искра» театральная мастерская клуба «Активное долголетие» представляет спектакль «Семейное счастье» или «Несколько дней жизни коммунальной квартиры». Стоимость билитов 200 рублей по социальной карте бесплатна. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!